Получение статуса памятника архитектуры национального значения – один из шагов к включению Харьковского Газпрома в список ЮНЕСКО, рассказывает главный архитектор области Михаил Рабинович. В госреестр Дом государственной промышленности Министерство культуры внесло 25 января. Ранее Газпром был в статусе памятника архитектуры местного значения. Были подготовлены целый ряд документов, учетная документация, исторические справки. То есть все было структурировано. К этой работе мы привлекли наших архитекторов, ученых. Большую работу выполнили специалисты института ХИСИ. И эта работа стала основой для подготовки сначала учетной документации, и после этого был разработан проект номинационного досье. Газпром строился в 20-е годы прошлого века и является ярким представителем архитектурного стиля конструктивизм. Один из первых советских небоскребов возвели за три года. В 80-м его первый раз записали в памятники местного значения. Это при том, что Газпром, несомненно, памятник значения планетарного. Это действительно мировой класс. Больше того, это крупнейшее создание раннего архитектурного модернизма в эпоху между двумя мировыми войнами. Весной прошлого года здание попало в предварительный список всемирного наследия. Уже во второй раз, так как ранее, сперечни его исключили. Из-за установки в здании новых стеклопакетов реконструкция проводилась к 350-летию Харькова. На сегодняшний день в списке ЮНЕСКО нет ни одного объекта Украины 20 века. Дальнейшие перспективы здания обозначили в областной программе сохранения культурного наследия. Программой, которую планируют утвердить в первом полугодии 2018 года, определён график проведения первоочередных научных, проектных, противоаварийных работ на памятниках архитектуры, в том числе предусмотрены средства на разработку номинационного досье по зданию Госпрома, которое является обязательным для окончательного решения вопроса занесения памятника в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту работу планируем завершить к концу 2018 года. Среди преимуществ, которые даёт статус объекта ЮНЕСКО, дополнительная гарантия сохранности архитектурного комплекса. Он может лишь реставрироваться на конкурсной основе с привлечением международных экспертов и общественности. Юлия Бойко и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».